Кто, кого Бог исцелял? От немощи, я не знаю от чего. От курения, что ли. Вот, видишь. Это продукт Богопознания. Мы дальше будем говорить позже об очень интересных вещах. Кого Бог спас? Вот, видите. Всех спас, да. Оказывается, да. Боговедение начинается с познания. Познание начинается с встречи. А встреча со знакомством. Не мы нашли Бога. Это вот я о спасении. Понимаете, да? Не мы нашли. Он нас нашел. И Он желает раскрыть свое сердце для каждого из нас. Второе слово, которое упоминается вот в этом стихе, которое мы читали ради превосходства познания. Слово познания. Познание. Познать. Первый раз это слово употребляется в бытие. И оно употребляется вместе, да, когда говорится о том, что познал Адам и Еву. И родился у них Сын. Это буквально, там это слово переводится, как прилепиться, приклеиться. как-то еще там, я не помню, где-то, по-моему, и дальше там. Ну, я думаю, что этого даже достаточно. Сказано, прилепиться, да? Муж к жене, и станут двое одной плотью. Да? Правильно, да? Вот там тоже употребляется это слово. Только это уже там греческое, как бы, но оно имеет именно такое значение, как бы. Познать, это значит прилепиться, приклеиться, узнавать. Это слово, ну, еще говорит об интимных отношениях, вот мужа и жены, как бы. Это как между мужчиной и женщиной есть таинство, соединяющиеся, приклеиваться, прилипать. И там, помните, да, это место в Коринфинах 6, первое Коринфинам, первое послание Коринфинам, шестая глава, шестнадцатый и семнадцатый стих. Я думаю, откройте, да. Да, первое Коринфинам, шестая глава, шестнадцать, семнадцать. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будет одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Один дух с ним. Один дух с ним. То есть это тоже, как одна плоть. Ну, Бог, Он не плоть, да, Бог, Он есть дух. Поэтому сказано, это один дух с ним. Одно. Вы и Господь уже, если вы прилепляетесь, это одно. Как муж и жена есть одно. Как отец и сын есть одно. Да, говорится, так и прилепившийся к Богу есть один дух с ним. Если муж вот разлюбит жену, то его ничего не сможет удержать. Он рано или поздно уйдет. Знаете, почему? Ну, ничто не сможет его удержать уже в семье. Если вот не будет этой любви, не будет познания, а значит, не будет отношений, и значит, все это рухнет. В этом и есть таинство. То есть оно, это слово, имеет очень глубокое значение. Слово «познавать». Узнавать, прилепляться, приклеиваться к Богу. Это, ну, относится к нашему всему существу. То есть все естество наше должно вот так вот просто прилепиться. Знаете, как ребенок подбегает, вот ко мне дети подбегают, они за ноги обнимают, и все. И ты не можешь идти, а они ноги не отпускают. Ты вроде бы идешь, они висят на этих ногах вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так и мы должны у Бога на ногах. Мы ему мешаем, но мы должны держаться за эти ноги. Понимаете, да? В завете с Богом нас удерживает негрозное наставление лидеров или верующих родителей, как дети, дети, знаете, дети верующих родителей. Там верующие родители, их там сегодня в собрании. Да он тысячу предлогов найдет, как оттуда. Да, спетлять, да. Слово подходящее я искал. Негрозное наставление лидеров, неверующих родителей, не страх даже оказаться в адских глубинах. Вы думаете, вот люди, которые, ну, не знают Господа, ну, не познали Его, так как познали Вы, они не знают о том, что существует ад? Знают. Но ничего их не удерживает. Понимаете, да? А удерживает нас в отношениях с Богом только то, что Он однажды дал нам вкусить, как Он благ. Помните, мы говорили вот о времени первой любви, там, правда, да? То есть, вот эти вещи, они нас удерживают. То есть, Божья любовь, которая была явлена когда-то, может быть, однажды, даже в нашей жизни, а я думаю, что в вашей жизни она явлена неоднократной, как и в моей, как бы. Она именно, Богопознание удерживает вас в этих отношениях. Именно Богопознание. Итак, что такое Боговедение? Это любовь, познание, соединение с Ним, восхищение этими отношениями. Боговедение – это основа поклонения. Итак, мы вспоминаем, что же является основами поклонения еще с прошлого урока. Это боговедение, то есть, когда мы познаем Бога, встреча с Ним. Дальше, мы помним, что основой является также заветные отношения, о которых мы говорили, то есть, основой поклонения. Благодарное сердце, которое позволяет нам оценивать то, что Бог делает в нашей жизни. И поэтому мы благодарим Его. А сейчас мы, я хотел бы, то есть, немножко отвлечься, как бы переключиться на другое волну, немножко наше внимание. И я, ну, конечно, думаю, что и Саше хотелось бы, чтобы я, может быть, теологические какие-то моменты больше преподавал и говорил о них, потому что здесь не школа, как бы, лидеров прославления, не семинары по служению, поклонения, но все-таки я буду говорить как человек творческий, как, ну, потому что это мне близко, я переживаю это, это для меня моя жизнь, поэтому я не могу говорить о том, чего не знаю. Помните, я говорил, проповедник, когда говорит о том, чего не знает, это он, как бы, ну, это просто демагогия, поэтому я буду говорить то, о чем я знаю, или, по крайней мере, я думаю, что я знаю, учусь. Сейчас мы, ну, коснемся невольно, ну, немножко творческого аспекта этого понятия, как поклонения. в результате сокровенных отношений между мужем и женой рождаются дети, а когда вы соединяетесь с Господом, рождаются откровения, откровения, то есть он открывается вам, и это есть откровение, какая-то часть его открывается вам, и это есть откровение. Мы можем, используя опыт и знания, придумывать что-то, комбинировать, и можем получать нечто новое, продукт, адаптированный под нас, но есть высшее искусство, продукт богопознания, то есть я вот как музыкант могу что-то там придумывать, какую-то песню, я могу там скомбинировать несколько стилей, и там, ну это, ну как бы адаптировано под меня, то есть как бы мне нравится эта песня, ну мне-то она нравится, просто нравится ли она Богу, да, но есть высшее искусство, это когда Бог, он дает эти песни, все, что рождается от Бога, побеждает этот мир, то, что рождено в духовном мире, исходит от самого Бога, сделает наше поклонение мощным, влиятельным и могущественным, Псалом 103, 34 стих, все, что исходит от Бога, сделает наше поклонение мощным, влиятельным, могущественным, да, 34 стих, да будет благоприятна ему песня моя, буду веселиться о Господе, пусть моя песня доставит ему буквально там сказано удовольствие, благоприятно, там тоже два слова употребляется, и как имя Божье, и вторая часть это вот радоваться, там по-моему радоваться, как бы наслаждаться, вот такое слово, там такие слова употребляются, приятно для него, понимаете, да, там тоже вот именно из двух слов комбинация такая, благоприятно, пусть моя песня доставит ему удовольствие, и буду веселиться о Господе, когда наша песня доставляет удовольствие Богу, это нам самим будет доставлять радость, хотя мы радоваться, это тоже митсва для нас, несмотря ни на что, но я думаю, это нечто уже как бы вообще выше, когда вы просто погружаетесь, вы понимаете, что Бог принимает это, вашу жертву, и вы просто наслаждаетесь. Давид, как вот мы много, очень много псалмов Давида, Давид вот как поклонник, он, я думаю, тщательно анализировал те песни, которые он как бы пел, то есть и весь свой репертуар, так сказать, багаж, он как самый строгий, может быть, критик подходил к этому, к оценке этих произведений. Мы часто пытаемся анализировать на человеческом уровне, понравится ли эта песня собранию или человеку, или еще кому-то. Давид же говорит, понравится ли моя песня ему доставит ли ему удовольствие, то есть да будет благоприятно. Она Господу. И я буду радоваться, если она понравится Богу, она понравится и всему миру, и всем. Потому что Бог покрывает своим присутствием, и человек уже не может контролировать на самом деле, как бы, потому что все мы находимся в Божьих руках, понимаете, да? Люди, даже, которые, бывает, ненавидят поклонение, а поверьте, я встречался с такими случаями, они вдруг вот так вот, клац, и как переключаются все естество. У меня был товарищ, он был лидером домашней группы. Вот на одном из служений было, да, была конференция, и вот поклонение, оно не могло закончиться вообще, то есть, вот не могли закончить, начали служение прославления, и не могли закончить, и при том, что было какое-то особенное присутствие, я не знаю даже, я знаю деву, там одна девочка, она пела в хоре, у нее, она даже голосом особенным не обладала, можно так сказать, как бы, ну, такими данными вокальными, она пела в хоре, и в это время у нас, нам, ну, у нас была школа, где нас обучала женщина, которая, ну, преподавала в педагогическом институте именно вокал, и вот она занималась с нами вокалом, и вот во время служения, это было так ярко, представьте, вот стоит хор, и вдруг из этого хора один голос, как прорывал, ну, просто прорывает, и такое, как академическое пение такое, ааа, там, и так слышно было, даже лидера особенно слышно не было, у этой девочки не было даже микрофона, притом она сама очень щуплень, ну, как бы, ну, как бы, не сказать, что у нее такой мощный, может быть, голос, а он просто, ну, как голос, как открылся, и потом какое-то время, и потом клац, опять закрылся, и это записано было, и я потом приходил к преподавателю, говорил, давал ей запись, и говорю, послушайте, то, что происходит, как бы, вот это поет ваша воспитанница, вот это она поет, до того момента, потом происходит такое, открытие, человек, когда открывает сердце, знаете, Бог начинает через него, ну, действовать, он поет уже, понимаете, да, то есть, все естество, вот как Херувим, он как бы, расправлял свои крылья, и все начинало, все его естество начало славить, понимаете, да, так и человек, когда он раскрывается, уже не вы собой управляете, уже Бог вами руководит, вы просто инструментом являетесь в руках Бога, и вот этот, ну, мой товарищ, он, ну, как бы, особенно, он человек не музыкальный, то есть, вообще, с музыкой он, как бы, не дружит, так сказать, да, у него дома нету, там, ни записи никаких, ни магнитофонов, ничего, то есть, ну, такой работяга, знаете, то есть, и, я же не говорю, это неплохо, просто, ну, не все такие, вот, как я, меломан, или еще там поклонники музыки, то есть, или еще чего-то, да, ну, это такое термин употреблялся, там, знаете, были такие люди, которые менялись пластинками, там, собирались, такие тусовки, там, это было еще во время постсоветского пространства, такие поклонники музыки, но мы поклонники Бога, на самом деле, я счастлив, что я поклонник Бога, а не музыки, я слушаю много музыки, но не, ей, как таковой, не поклоняюсь, и вот, это затянувшееся прославление, и это, ну, он мне потом рассказывает, слушай, я стою, 40 минут поклоняюсь, поклоняемся, час поклоняемся, час 20 поклоняемся, он говорит, я уже стою и просто говорю, да сколько можно, и как только он сказал, как небеса, вот так вот, класс, переключается, и он говорит, я хожу с Иисусом по небесам, на небесах, он говорит, я просто, ну, больше я ничего не помню, вообще из этого служения, больше, я говорю, ничего больше не помню, что происходило, это он уже делился последствия, как бы, поэтому можно ненавидеть поклонение, и часто мы, когда оцениваем, как человеке подходим, мы думаем, человеческим, понравится ли это человеком, знаешь, но Давид говорит, да будет благоприятно моя песня ему, если она ему понравится, она понравится всем, Псалом 39, 1-4 стих, откроем, твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа, когда вы проходите какие-то трудные времена, и кажется утонул в этом болоте, в этом тенистом болоте, застрял, тенистое, вот слово меня тенистое поразило, то есть чем больше ты застряешь в этом болоте, болото оно засасывает, знаете, да, вот это слово, оно не зря как бы, наверное, употреблено здесь, то есть и ты как бы в тени находишься, уже у тебя нет связи с Богом, и от тебя все засасывает, и засасывает, и ты уже без посторонней помощи, сам не способен оттуда вырваться, я знаю по опыту многих людей, которые вот отступники, потом, то есть к таким людям нужно стучаться, стучаться и стучаться и стучаться, помогать им, потому что они сами не способны, не способны оттуда выбраться, понимаете, да, и вы можете быть той Божьей рукой, которая однажды поможет этим людям как бы выскочить из этого болота, и когда ты в этом болоте, кажется, уже застрял, Бог протягивает руку, вытаскивает тебя оттуда, и рождается новая песня, Он Сам влагает в наши уста, правильно? Ну, прочитай еще раз, Он вложил в наши... Вложил в уста мою новую песню, хвалу Богу нашему, Он вложил в наши, в мои уста песню, новую хвалу Богу. Он. То есть, Богу нравится свое. Правда, да? То есть, Он придумал, Он вложил в наши уста, мы им успели, Ему понравилось, и всем вокруг понравилось. Мы сами что-то там придумывали, и Бог нам говорит, ты там что-то придумал, мне что-то это не нравится, давай-ка спой вот эту вот песню. спел, и Богу понравилось, да? Вдруг у тебя в сердце рождается какая-то мелодия, и ты уже не можешь спать. И у меня такие вещи были. Серьезно. Когда Бог, я помню, я был в Киеве, вот еще в миссии. Представляете. Мы, ну, как бы, там создалась только наша команда, ну, вот, там было несколько команд в миссии, которые, ну, ездили, они менялись. Одни приезжают, отдыхают, следующие выезжают, музыкальные команды. Одни, то есть, эти вернулись, следующие поехали. И вот так вот это движение непрерывно было. И вот наша команда только, ну, как бы, организовалась, можно так сказать, да? И у нас не было ни инструментов, ничего. То есть, как бы, как ехать? Мы приезжали, ну, поначалу мы приезжали, и вот то, что в церкви там принесут, как бы, соберут там со всех в церкви, где-то по сусекам наскребли, подмели, это было, ну, просто, ну, я не знаю, как это, это, даже как говорить. То есть, тебе приходится брать тот инструмент, на который вообще, он не предназначен, на нем даже невозможно играть, что-то надо было на нем, еще из него высечь, из этого инструмента. При том, что, если бы еще сам был, там, специалист там великий, как Паганини на одной скрипке, там, концерт доиграл на одной струне, на скрипке, понимаете, да? но при недостатке опыта своего, да еще при таком вот обеспечении, то есть, это было вообще кошмар просто, ну, невероятно, как, ну, это действительно только упование на него было. И, может быть, все вздыхали, когда это все заканчивалось. Да, с таким, с облегчением, слава Богу. И вот, я ночью, ну, лег спать, и я просыпаюсь от того, что я просто рыдаю во сне. Рыдаю, подушка мокрая, я весь мокрый. Я совершенно нормально, как нормальный человек, пришел домой, лег спать, ночью вдруг я просыпаюсь, я рыдаю, просто рыдаю. Я не могу остановиться, при том, что вокруг меня, ну, два ребенка, ну, лежит, это вот сестры, я живу у сестры, я был еще тогда не женат, старший сын, в одной комнате, младший сын, я просто рыдаю на взрыв, не просто я там тихо себе там, а я рыдаю, просто заливаю слезами. Я проснулся, у меня подушка мокрая. И Бог мне говорит, иди на кухню. Я иду на кухню. Он говорит, открывай Писание, 17 главу Иоанна. И я открываю это место, и Он говорит, читай. И я читаю, я не могу читать, у меня течет с меня все. И слеза, я читаю, пытаюсь что-то вслух, и при том, никто этого не слышит. Полный дом людей, как бы, и никто этого не слышит. Все спят, как просто, как бы, как убитые. Божья милость, другая. Приехали там люди, они привезли полный набор, набор инструментов. Привезли барабаны, привезли гитары, там, три гитары привезли, привезли еще там, я уже даже не помню. Короче, все, что нужно было, привезли. и просто благословили. И вот, ну, такие моменты, я помню, даже после, мы говорили о том, что вдруг рождается мелодия. Я помню, после одного собрания вышел просто на остановку, я еще тогда даже не в группе прославления, был. Просто даже не в группе, я еще тогда, я год, как, ну, еще первый год, как покаялся, я стоял на остановке, у меня так вот мелодия просто реально, как бы, крутится и крутится, крутится и крутится, как гитарный риф такой, крутится и крутится внутри. Я его сыграть-то толком не мог, но я его, ну, я и сейчас эту мелодию помню. и на основании этой мелодии родилась песня. И, вы знаете, такие вещи, они не забываются. То, что я придумываю, оно, буквально, я могу идти, вроде бы красивая мелодия, раз, и она слетела у тебя, и ты уже даже не помнишь. А вот эти мелодии, которые дает Бог, они никогда не забываются. Ну, невозможно ее забыть. Бог вкладывает наше сознание, в наш дух эти песни, и поклонение становятся результатом нашего духовного опыта. духовного опыта. Песни, хвалы, гимны, это не что иное, как увековеченная благодарность. Песни, хвалы, гимны, это не что иное, как увековеченная благодарность за то, что он совершает в нашей жизни. После глубоких потрясений, великих сражений, великих чудес, сердца человека творческого, человека благодарного, становится неотъемлемой частью Божьего Царства. И песни рождаются настоящие. И пусть каждая наша песнь, каждый мотив будет рожденным вот этих глубоких переживаниях с Богом. там говорится, вот мы читали Псалом 39, да, я помню, у меня на этот Псалом даже родилась песня, то есть там и 36, и 39 Псалом, я скомбинировал, 36 Псалом, там вообще буквально, там, не завидуй, не ревнуй, всем творящим зло, уповай на Господа, делая добро, наслаждайся и живи. Сейчас я посмотрю, я вам буквально скажу. На земле, на земле его он исполнит все желания сердца твоего. Буквально ничего не надо придумывать, даже рифма. Я ничего не придумывал. Вот Бог это дал, и я просто это как бы спел. Не завидуй, не ревнуй всем творящим зло, утешайся и живи на земле его. Познание, соединение с Богом, когда мы переживаем Его силу, милость, что тебя вытащили из такого болота, и как отблагодарить Бога? Можно сказать просто спасибо, поблагодарить Его, да? Можно просто сказать спасибо, Господь, да. Но когда вы облекаете эти слова в поэтическую форму, в песни они начинают переходить из уст в уста. И вот такие песни, такие стихи, они могут пережить эпохи. И они, мало того, они служат как бы назиданием эти псалмы Давида. Сейчас мы читаем и мы от них назидаемся. Правда? давайте откроем 56-й псалон. Начни читать только так. Не, не весь. Так вот читай, я скажу, когда останется. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Не, 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 там не с этого начинается. Начальник ухора, не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Внимание. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, постромит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мной яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Готово сердце мое. Итак, этот псалом начинается словами начальнику хора, да? Псалом, когда Давид убежал от Саула в пещеру. И мы знаем, когда он убежал, потому из Писания вы можете проверить. И так, когда же рождаются шедевры, которые способны пережить века, эпохи. это именно тот момент, если вы помните, если вы читали это место Писания, я не помню, где это находится, но вы можете найти это место. Когда Давид спрятался в пещеру, и туда вошел Саул, для чего? в туалет сходить. Да? Саул туда пошел справить нужду, а там сидел Давид. И у него рождался Псалом. Так вот, шедевры рождаются даже не во время великих потрясений. Да? Никогда вы сидите на тусовках или там за компьютером наслаждаетесь просмотром фильмов или еще чем-то. А шедевры рождаются тогда, когда перед вами маячат чей-то тухис, еще не чей-то а вашего злейшего врага. И Давид говорит, готово сердце мое, Господь. Приготовили для меня сети, да, и сами в них попали. Вот в такие моменты рождаются шедевры. ну как же тебя Господь отблагодарит, да? Готово сердце мое, как же тебя отблагодарить? Я думаю, что для него это было ну просто оскорбление, ну представляете, злейший ураг вошел тут, и ты спрятался в этой пещере, и бежать некуда, да? Готово сердце мое. Кто такие поклонники? Настоящие поклонники это люди глубокого духовного опыта. Это люди, чья жизнь полна приключений, риска, и большого серьезного служения. Это не имеется ввиду, что ваше служение просто огромное, у вас очень много людей, и это. Ваше служение, какое бы оно ни было, то ли вы служите старикам, то ли вы служите в группе порядка, то ли вы служите, я не знаю, куда вас Бог поставил, к чему призвал, то есть где вы влагаете свое сердце, понимаете, да, полностью как бы соединяетесь, то есть и делаете все как для Бога, то есть так как Он учит вас делать это. Вот это называется вашим огромным большим служением. Поэтому поклонники это люди, у которых очень много этого духовного опыта, жизнь которых полна приключений, она, поверьте, будет полна приключений, если вы просто будут и курьезы, и всякие драматические моменты, как бы, именно это потом люди выражают в своих песнях и стихах, потому что если в вашей жизни ничего не происходит, вы пытаетесь это высосать из пальца, придумывать, читая какие-то книги, пересказывать каких-то поэтов, понимаете, да, вы не способны родить что-то, потому что ваша жизнь, она, ну, как бы, ничего не отражает особенно, вот как там люди сидят и часами эти сериалы смотрят, часами просто, и у них больше они разговаривать ни о чем не могут, кроме как об этих сериалах, понимаете, да, ни о чем больше с ними невозможно разговаривать, ихняя вся жизнь, она погружена в эти сериалы, в эти книги, то есть, как бы, вот они взяли какого-то автора и просто прочитывают его, как бы, и они больше ни о чем и думать не могут, как бы, они переживают чужую жизнь, а в своей жизни у них ничего не меняется, мало того, оно становится по большей части все хуже и хуже. Так вот, когда ваша жизнь полна вот этого служения, полна риска, полна, как бы, приключений, у вас будут рождаться эти псалмы, песни, как бы, благодарность Богу, поверьте, и она может быть увековечена вот в этих стихах, как бы, и может, она послужит дальнейшим поколением, вашим детям и многим-многим людям. Если у тебя нет духовного жизненного опыта, если у тебя нет опыта познания, ты способен придумать лишь приторные заурядные песни, которые никогда не поднимутся к престолу Божьему, потому что хвала, которую мы возносим, она куда, она что делает, она покрывает престол Божий именно. Она, мы ее возносим для того, чтобы она покрыла славой престол Божий, потому что мы в этих песнях свидетельством о тех чудесах, которые Бог являет. Это благодарность за то, что Он совершил в нашей жизни, мы говорили, да, поэтому она должна подняться и покрыть славой этой престол Божий. Вот зачем нужна эта хвала. И если в этих песнях вы ничего не переживали, то эти песни никогда не поднимутся, потому что они не являются свидетельством Божьей славы на самом деле. Итак, как рождается поклонение? Это результат глубоких переживаний, это благодарственные песни за сотворенные Богом чудеса нашей жизни. Боговедение это познание Божьих законов, это личные взаимоотношения с Ним, это глубокий жизненный и духовный опыт, это благодарное сердце и увековеченная хвала в делах и псалмах. Боговедение это познание Божьих законов, познание Божьих законов, это личные взаимоотношения с Ним, это глубокий жизненный и духовный опыт, это благодарное сердце и увековеченная хвала в делах и псалмах. и увековеченная хвала в делах и псалмах. Псалом 41, 9 стих. Днем явит Господь милость свою и ночью песнь ему у меня молитва к Богу жизни моей. Вот. Днем явит Бог свои чудеса, свою милость, а ночью у меня песня к нему. То есть это мы видим, да, днем происходят какие-то вещи, люди рискуют, Давид рискует, он сражается как бы или еще что-то, побеждает как бы, или скорби какие-то проходит, а ночью это все выражается в его молитвах, он говорит молитва Богу моему. Каждая молитва его это как песня, потому что это отражение его переживаний, его переживания и отношений с ним. Итак, главная мысль сегодня просить у Бога, чтобы наша вера была подкреплена делами и чтобы наш жизненный и духовный опыт был богатым Божьими знамениями и чудесами. Мы должны просить у Бога, чтобы наша вера была подкреплена делами и чтобы у нас был чтобы наш жизненный опыт и духовный был богатым Божьими знамениями и чудесами. И чем больше этих чудес и знамений будет в вашей жизни, тем опыт ваш будет богаче и тем молитвы будут проникновений, можно так сказать. Они будут способны разрушать все на своем пути и ничего вас не удержит от отношений с ним. и ходьи и покажем твое и х и н и Продолжение следует...